Самара ГИС Сейчас работает проект «Город для горожан». К участию приглашаются все жители, которым есть, что предложить интересного и полезного для своего города. И сегодня у нас в студии два изобретателя. Школьник Илья Янов и его наставник, коллега и дедушка. Кандидат технических наук, доцент Самарского государственного технического университета Александр Михайлович Пыжов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Михайлович, Илья, расскажите, пожалуйста, нам о своем первом изобретении. Первое изобретение, которое мы с сельеей осуществили, это устройство для сверления резиновых пробок. Таких пробок, которые используются в химических лабораториях, ну и физических тоже. Традиционный способ сверления, он трудоемик, очень трудоемкий и достаточно опасный, поскольку в нем используются вот такие трубчатые сверла. И сверление происходит вручную. И это сверло может вырваться и поранить руку. Ну а для сверления в нашем устройстве предлагается традиционный, такие широко используемые в машиностроении, вот такие спиральные сверлы. И этими сверлами с помощью нашего устройства можно легко просверлить дрель или дрелью использовать для сверления или сверления станок. И это можно сделать даже в школе. Вот одно экземпляр такого устройства мы изготовили и подарили в школе, в школу, где Илья учится. И там сейчас они сверли. А кому принадлежит идея изобретения вот этого? Ну сейчас таких изобретателей-одиночек очень мало. Обычное изобретение рождается при обсуждении несколькими соавторами. Поэтому в нашем изобретении какую-то долю вложили все три соавтора. Это я, Илья и школьный учитель физики. Поэтому здесь трудно... Ну, основа этого изобретения возникла у меня еще давно, поскольку я работаю на химической кафедре, и там постоянно приходилось сверлить пробки резиновые. И вот для такого... для облегчения этого процесса, ну, у меня появились некоторые идеи, которые мы вот в прошлом году, позапрошлому, в общем, притворили в жизнь. Илья, расскажи, как тебе в школе... А в школе относятся? Тебя, наверное, изобретателем называют. Ну, в школе относятся как... ну, по-обычному, как к ученику. Но я как бы не скрываю, что я что-нибудь изобретаю. Ну, относятся как к обычному школьнику. А что больше всего тебе нравится придумывать? Мне больше нравится придумывать что-нибудь полезное для людей, что упрощает жизнь человека. То есть из разряда... вот пылесос, который сам катается, да, по комнатам, это вот тебе близко. У вас еще есть какое-то изобретение новое, да, ваша новая идея? Вот, Илья, может быть, ты начнешь рассказывать о ней? Да. Это... Что это? Это луннообитаемая станция. Собственно, вот это... Вот это большое такое вот отверстие, ну, как это, не отверстие. Вот это что? Это поверхность Луны, я так поняла, да? Да, вот это поверхность Луны, вот это кратер, да. Чтобы сделать вот такую вот... Чтобы сделать луннообитаемую станцию, нужно сначала в кратере его разровнять. Это делается взрывным... Взрывают, да, там? Да, получается, что взрывают. Ну, и там уже что-нибудь... Ну, убирают все обломки там всякие вот эти... Ну, а в центре? Отчищают вот это все. Потом ставится вот такой вот... Вот это как раз наш... Вот такой вот купол, вот это, да, наше, как бы сказать, изобретение. Ага. Из чего он будет сделан? На Луне он будет сделан из реголита. Так, это что такое? Да. Это да. Это... Это... Ну, реголитовые кирпичи, получается. Но вот реголитовые кирпичи, получается, способом спекания их в печке. Ну, это из лунного материала. Да, это и... Ну, чтобы не таскать, там на ракетах очень много. Ну, да, все, все свое должно быть. Да. А вот это вот что такое? Вот это надувной модуль. Там живут космонавты. Сверху на этот модуль ставится вот такая защитная купола. Потом насыпается... Лунный грунт. Да, лунный грунт. Вот. И на него укладываются вот такие же блоки. Вот это выход. И вот он насыпается, и получается такая лунная обитаемая станция. Которая выдерживает удар метеорита до 150 грамм. На Луне там радиация, и она... Вот реголит, он защищает от радиации еще. Заметра. Ага. То есть это и от каких-то физических воздействий защиты? Да, от метеорита. Невидимых. Да, и от радиации. Там просто, если метеорит все-таки он, как бы сказать, ударит, то там присутствует сейсмическая волна, и он защищает от нее слой грунта, и сам купол он выдержит. Понятно. А вот это какая-то у вас техника еще? В общем, это так, для красоты. Для красоты, да. Ну, как бы луноход какой-то. Этот проект, вы его куда-то представите, где-то покажете? Во-первых, мы на наше изобретение, мы подали заявку на изобретение. Она уже прошла этап формальной экспертизы, признана, в общем-то, соответствующей изобретению. Теперь в течение двух лет, если все удачно, мы получим патент на это изобретение. Вот на эту станцию? Да, на этот купол, вот непосредственно. Ну, а сейчас мы послали тезисы доклада на научную конференцию, цирковские течения, так называемые, которые будут в Калуге. Вот там мы выступим, предложим свое изобретение. Посмотрим, как на это отреагируют настоящие, в общем-то, специалисты в космической отрасли. Может быть, и пригодится. Ну, это будет здорово, тогда Самару еще раз подтвердит название космической столицы. А я знаю, что вот это изобретение вы запатентовали, да? Да, вот, патент. То есть, по сути, это единственная в мире установка такая. Да, да, единственный, в общем-то, экземпляр этого изобретения. Понятно. Вот такой у меня к вам вопрос, вот и к вам, Александр Михайлович, и к Илье. Как вы считаете, сейчас научная сфера в Самаре, чем она сейчас сильна, и чего ей, например, не хватает? Как вы считаете? На самом деле, научная сфера в Самаре, она очень сильная. И деятельность, в общем-то, я бы не сказал, что во всех отраслях, но в различных отраслях деятельности человека. Ты как и научный, ты и повседневный деятельность человека. Потенциал очень огромный. Ну, я служу по своему университету и по другим университетам Самары. Сейчас бы, конечно, какой-нибудь грант нам получить, чтобы испытать этот копол, в общем, по последнему, ну, используя последние достижения, там, техники приборные, приборами. И почему? Это могло бы, в общем-то, быть очень хорошей альтернативой вот такой защитный купол подземным сооружениям на Луне, ну, который очень дорогостоящий и экономный, конечно. Илья, а вот как ты считаешь, за какими технологиями будущее? Мне кажется, все-таки за космическими. Ну, потому что, ну, на Земле, ну, как бы сказать, ну, все-таки нужно осваивать другие, мне кажется, планеты, чтобы находить там ресурсы. Потому что на Земле ресурсы, они как бы, ну, исчерпаемы, что она может закончиться, и все-таки нужно осваивать другие планеты и изобретать там какие-нибудь вещи, которые помогут жить человеку на других планетах. И на Земле тоже. Ну, что ж, мы будем ждать таких свершений от вас. И наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас есть группа во Вконтакте, испытательный стенд «Самара ГИС». Если ты юный и у тебя пытливый ум, ты что-то изобрел или знаешь таких творческих людей, можешь смело заходить в нашу группу и оставлять заявку на участие в программе. Испытаем это вместе в нашей студии. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»